Двенадцать месяцев в году, двенадцать знаков зодиака, двенадцать экспертов общественного телевидения Приморья в программе «12». Сегодня поговорим о региональном патриотизме. А казалось бы, гнусная такая тема. Мы говорили в одной из программ, обсуждали тему, правда ли, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев, известные такие слова. Но сегодня будем говорить не о глобальном. Сегодня будем говорить о любви к малой родине, вообще нужна она или не нужна, чем гордится Приморье и есть ли Приморье, чем гордится. Почему появилась тема? Один из моих товарищей написал в одной из социальных сетей очень интересный пост, который, как мне кажется, требует дальнейшего обсуждения. Он рассказывает в этом посте про то, как прожил около месяца в Новосибирске, про то, что цены там примерно в два раза ниже, про то, что общественный транспорт там ходит как часы, про то, что социальная инфраструктура замечательно работает, и много-много-много дифферамбов он пел в Новосибирску, но закончил словами, что перебираться сюда я не собираюсь. Здесь нет главного, нет моря. А за что мы любим Приморье? Почему мы отсюда не уезжаем? Хотя у всех здесь присутствующих возможность уехать, уехать хорошо, была. Наоборот, очень многие, наоборот, сюда приезжают, сюда приехали. Можно сказать, понаехали, но, наверное, здесь нет такого снобизма, как в Москве. Или он есть уже? Посмотрим. Я думаю, что сегодня, может быть, мы и выясним. Понаехали, приехали. Есть чем гордиться, нечем гордиться. Евгений Коваль, давайте начнем с вас. Вы же не из Приморья. Да ладно, я из Владивостока. А, вы просто человек мира. Именно поэтому никто вас не ассоциирует, что вы здесь родились. А вы в Приморье собираетесь жить всю оставшуюся жизнь, к примеру? Какая драматическая новость-то. А почему нет? Я спрашиваю, это вопрос. Ну, вообще, в Приморье я собираюсь жить всю свою жизнь. Но я не могу на это ответить. Я не гадалка. В будущее я не могу смотреть. Может, я завтра вообще уеду навсегда в Варшаву и буду там жить. Ну, естественно, ваша профессия подразумевает, что, в принципе, нет такого, где родился, там пригодился. Профессия очень, что называется, интернациональная. Ну, да, в принципе, я как фотографом работаю и в Соединенных Штатах, и в Польше, поэтому... Меня как бы может... Меня здесь держат только два кота, которых у меня дома. А, в принципе, в основном такого-то и нет. Я так понимаю, что в любом случае найти себя, найти себя, человеку умелому, не было предложений или действительно что-то другое не позволяло? Нет, предложения были, но мне здесь более комфортно. Здесь у меня есть друзья. Все-таки нужно понимать, что мы не путаем туризм и эмиграцию, потому что это разные вещи. К примеру, если там в Соединенных Штатах говорят, ой, там все хорошо, но если там пожить на самом деле, там другие законы, там другие налоги, там все другое. И говорить о том, что там проще, ну, это, грубо говоря, это вранье. И, к примеру, мне в Приморском крае, то есть в Владивостоке, мне комфортнее. То есть в других городах Приморского края я не могу там находиться. Для меня это не той динамики, которая, к примеру, здесь есть, в Владивостоке. Если говорить из России, я не знаю, ну, вот Новосибирск, я бы там не стал жить. Во-первых, это большой город, очень большой город, куча торговых этих непонятных центров тоже в городе, все это похабленная архитектура, но там нет моря. Вот, к примеру, мне комфортно, вот реально мне комфортно, я, может, соглашусь даже с Пашей, который писал в фейсбуке, мне комфортно, где есть море, то есть мне комфортно будет в Швеции, мне комфортно будет, к примеру, в Чикаго, но там не море, а озеро, и мне будет комфортно в Сиэтле. Нет, в Магадане мне не будет комфортно, там холодно. То есть Ковалю важно, чтобы была движуха, чтобы было красиво и чтобы было море. Ну понятно. А передайте, пожалуйста, сразу же микрофон коллеге Евгения Коваля по песочнице. Песочницей называли сообщество «Владивосток» в живом журнале. Итак, коллега Евгения Коваля, а вас что держит в Владивостоке? Что вас держит в Приморье? Ну, я сразу скажу, что я родилась не в Приморском крае, а родилась в Магаданской области. И вся моя семья изначально не отсюда. Но я с шести лет живу в Приморском крае, сама из Арсеньева, поступила в университет, переехала в Владивосток. Обычный путь. Но хочу сказать, что мне посчастливилось поездить по всей нашей стране, побывать во многих регионах России. И хочу сказать, что Владивосток это действительно уникальный город, обладающий своей особенной энергетикой, которая настолько тебя завораживает, завлекает, что для меня Владивосток это любовь и любовь на всю жизнь. Но вот здесь хотелось бы вспомнить слова Элил Гутенко, который он недавно сказал, что Владивосток это город будущего, но будущее это почему-то не настает. То есть действительно очень много было сделано в последнее время для развития Владивостока. Это и мосты, и кампус ДВФО, от которого в восторге все наши гости из разных стран и другие моменты. Но все равно потенциал нашего города на все 100% не используется. И в том числе ключевое конкурентное преимущество это географическое расположение. То есть Владивосток как туристический город, как город, открывающий ворота России для жителей стран АТР, он не реализован полностью. Это проявляется в мелочах. Например, вот те же дорожные знаки, указатели, давших за сопримечательности. Если мы возьмем, например, Гонконг, который тоже является центром широко развитого туризма, то там эти знаки, они вот очень яркие, они видны, они на нескольких языках. У нас же это достаточно такие блеклые, коричневые знаки, которые сложно заметить. Да нет, даже не в этом дело. У меня товарищи не так давно приезжали погостить во Владивосток в гости. Взяли машину, поехали покататься по краю. Говорят, если по нашим знакам, по нашей навигации, дорожным знакам ехать, то... То можно приехать куда-нибудь в Новосибирск. Да. То есть это... Это вот отдельная история, да. Хорошо, в принципе, понятно. Давайте тогда еще один такой вопрос, который вторая часть. А чем Приморью можно гордиться? Вот я горжусь, что я из Приморья, потому что... Как бы вы ответили на этот вопрос? Во-первых, истории этого края, нашего края приморского. Во-вторых, уникальной природы, которой действительно нигде такой природы больше нет. Собственно, людьми, архитектурой города Владивостока. Но вот Владивосток меня, в первую очередь, привлекает именно своей энергетикой, которой нигде нет, ни в одном другом городе. И у меня был опыт, я жила какое-то время в Москве, и я вернулась оттуда, потому что не могу жить без Владивостока. И действительно, только здесь чувствуешь себя как-то счастливо, комфортно и как дома. Давайте откровенно. Владивосток нас всех привлекает в первую очередь баблом, потому что его здесь в десятки раз больше, чем в Москве, и в раз 200 больше, чем во всех остальных регионах нашего края, нашей страны. На душу населения, если так разобраться. Да, не только на душу. Нет, неправильно сказал. На душу приморского гражданина, у которого свой собственный менталитет, где бы найти, где бы, как говорится, применить и все остальное. То, чего не хватает тем же самым москвичам, которые приезжают просто со словами, надо своровать. А мы не такие. Мы по-другому мыслим, мы совершенно другие. И у нас, как вот было сказано, красивая история. Правда, никто не знает, какая там история, но она красивая. У нас красивый край. Край красивый. Честно, покатался по краю, обалденно. Обожаю ездить на машине. Не люблю эту авиацию. Для меня это зря сделали, на мой взгляд. Потому что на машину сел и поехал. Смотришь, ты проезжаешь мимо знаков, о которых мы говорим. Оп, все простреляны. Здесь охотники живут, можно дичь найти. Едешь дальше, там, вот, ничего не заклеено. Так, тут, скорее всего, чуть другое продают. Заезжать не будем. Поехали еще дальше. Итак, первое, это само собой деньги. Во второе, это отношение и общение с друг с другом. Потому что мы всегда с вами можем прийти к любому консенсусу. Найти любой бизнес, любую вещь, которую мы можем продать, спихнуть и сделать с ней, что захотим. Мы по своей сути все моряки. Не в том плане, что мы любим там плавать и барыжить. Нет, мы в том плане, что мы, проиграв, обанкротившись, встаем снова и делаем заново. А все остальные начинают пить, бухать и все остальное. Пить, бухать, здорово. Передайте, пожалуйста, микрофон тогда Руслану Вакулику. И если уже заговорили о моряках и барыгах. А Руслан? Руслан был... Это я. Руслан был... Нет, не моряком и барыгой. Он был автором идеи того самого памятника, который стоит во Владивостоке. Памятник моряку за грандплавание, которого иначе, как старшее поколение, иначе, как фарцовщиком и не называет. Ну да, была такая история, была идея поставить такой памятник, как дань памяти тому поколению, которое мы все помним. Это 70-е, 80-е годы. Это люди, которые ходили в Японию, в Сингапур, которые мощнейшим образом влияли на менталитет нашего поколения, подрастающих мальчишек, привозя там пластинки, вещи, какие-то книги, какие-то знаки другого мира, что позволяло, в общем, видеть картину мира шире. И вот эти вот люди удивительные. Они были все романтики, они были все такие довольно интересные парни. Я жил на Сахалинской, это место компактного проживания таких вот моряков, я их общался и видел. И для меня, например, казалось естественным, что в городе, который славен своими морскими традициями, если у него нет морского музея, то хотя бы должен быть какой-то знак на улице, который вот этих вот людей бы обозначал, то есть он бы давал дополнительное такое вот напоминание обо всей этой истории. Вот, и идея появилась давно, и затем она каким-то образом реализовалась. Памятник как бы сначала не приняли, но потом все, в общем, смирились. Ну что я могу об этом еще сказать? Ну, приняли, конечно, учитывая, что весь памятник... Палец блестит просто. Аж натер, да. Значит, все-таки принято. Фотоаппараты вешают. Ну, отсюда вот можно... Отсюда можно понять, почему нас так не любят? Потому что как раз эти моряки 70-80-е годы. Микрофон дайте, Юрий, дайте. Если отсюда отталкиваться, вот почему москвичи там и все остальные нас не любят? Да, вот мы москвичи имеем в виду все, кто за территорией Приморского края, как они замкаде нас называют. Вот почему они нас не любят? Замкадыши, замкадыши. Потому что наши моряки в 70-80-е годы возили сюда то, чего не разрешалось им, чего у них не было никогда. Ну, вот этим, я не знаю, как за Приморышами будем их называть, да? И тем самым они нас не любят, потому что именно эти моряки, ну, наши с вами родители, да, грубо говоря, развалили Советский Союз. Наверное, поэтому может такое быть? Глубоко, хорошо. Глубоко. Интересно. Мы же политологи, мы мыслим по-разному. Инопланетяне не прилетали, но моряки были. Ага, то есть все-таки, по-вашему, во всем виноваты Джинс. Ну, ладно, вернем. Говоря, кстати, говоря, вот в продолжении темы, я коротко говоря об особом менталитете Владивостока, о том, что моряки имели этот особый менталитет, развалили они СССР или нет, я в этом не уверен, потому что процессы были запущены не с нашей стороны. Но то, что вот дух такого инакомыслия Владивостока присущ, это совершенно очевидно, и это тянется еще со времен белого движения, которое осталось в Владивостоке. То есть город Владивосток был последним форпостом такого инакомыслия белых эмигрантов, откуда они уходили, затем дальше вытесняемые красными в Харбин, в Шанхай, в Австралию. Футуристы, художники, вольнодумцы, все они во Владивостоке нашли свой последний, грубо говоря, приют, и он стал их домом, и это все-таки осталось. И не случайно этим городом стал Владивосток, а не, допустим, Хабаровск или Чита, откуда можно было бы двинуть, там, Монголию и так далее. Владивосток всегда был вот таким вот городом непростым в плане рождения новых идей, либо вообще другого взгляда на те процессы, которые происходят в России в целом. То есть он другой, именно поэтому мы здесь, именно поэтому это нас держит. Ну, это вот тема для дискуссии коллег. Да пока до нас дойдет, оттуда. Хорошо. Уже успеет два раза затянуть. Хорошо. Ага. Максим Оленецкий, юрист, приехал во Владивосток не по своей воле, приказом министра обороны. В 90-м году. Я встал. Выпустился в 90-м, радует, что попал сюда, а не попал в Среднюю Азию, если честно. Или куда-нибудь в Грузию, как мои однокашники. Но я не об этом хочу сказать. По поводу того, что здесь было то, чего не было на Западе. Я поспорю. На Западе была Одесса. Она всегда была. И была Одесса, изначально была торговая. Владивосток, в отличие от Одессы, Владивосток – база флота. Но и сейчас. И сейчас тоже Владивосток остался все-таки базой флота. И торговым, да. Но базой флота, прежде всего. Находка ближе к Одессе. По своему духу. Если сравнивать два города. Но мы же говорим не только о Владивостоке, мы же говорим о Приморье в целом, да? По поводу того, что, я абсолютно согласен, что Восток оказался последним прибежищем, уходящим из России, что офицерство, что торговых людей. Потому что тех же Янковских, если вспомнить, они отсюда уходили с Приморья. Но еще один момент есть. В 30-х годах сюда, в Приморье, приехало очень много людей по комсомольским путевкам, которые в том числе уходили от, ну, некоторого давления на них оказываемого в 30-е годы, происходящего в центральной. Ну, понятно, в надежде на Востоке затеряться. Что здесь далеко и здесь может затеряться. На сегодняшний день, как мне говорят некоторые товарищи, самый лучший способ скрыться от власти – вырынь на краю тайги землянку и живи там. И тебя никто не найдет, и никто не будет спрашивать. Хорошо. И оно так и есть. Когда у меня служил товарищ с поселка Шумного, он говорит, там хорошо было. Да, там, говорит, хорошо было. Привезли топливо на дизель, есть свет, нет, ну и ладно. Как минимум логично было. Хорошо. Максим, а вы закончили служить. Да, я остался здесь. Вы остались здесь. Почему? Что вас удержало здесь? Хотя, на самом деле… В Киев возвращаться не было смысла. А Киев тогда еще был не тем Киевом, а что сейчас? Дело в том, что Киев поменялся к году 96-му. Там поменялся, в отличие от Москвы, Киев всегда был вальяжным городом. Наличие зеленой лесопарковой зоны в 200 метрах от Крещатика, то есть это верхняя часть Днепра, где можно было съехать с Крещатика, прошелся в сторону стадиона «Динамо», и ты идешь по лесопарковой полосе, и никакого тут центра, ничего. Как во Владивостоке. Да, да, да. От центра вышел, и ты уже на море. Вот в этом плане по холмам центральная часть Киева и Владивосток перекликаются, по архитектуре перекликаются. То есть правильно ли я понял, что вы не стали возвращаться, потому что там нечего делать, а не потому что здесь что-то задержало, здесь что-то держит? Здесь держат, во-первых, люди, люди совсем иное восприятие общения, здесь, чем на Западе. Здесь еще осталось то доброе, хорошее отношение между людей, когда можно, ну, как говорится, просто прийти в гости на чай. На Западе для того, чтобы не с одноклассниками встретиться, нужно за неделю в их график расписания записаться. Мы сейчас, мы сейчас приходим к тому, что да, здесь сейчас начинается та же суета, которой не было лет 15 назад абсолютно. Всем добрый день. Для меня Владивосток это в первую очередь, как уже многие сказали, это люди. Это коммуникации, это мои друзья, которых бесконечное множество, это знакомые, это просто талантливые люди, которыми я имела честь работать или заниматься какими-либо проектами. Без них, без всех мне будет действительно очень сложно. Был вариант летом переехать в город Санкт-Петербург, то есть пока там такого конкретного выбора. Да, да, ты прав. И когда, знаешь, такого выбора конкретного не стояло, ты думаешь, да блин, чего мне терять, собрала ребенка и переехала. А когда тебе говорят, Поль, ну все, давай поехали, и ты не можешь. Не можешь, наверное, потому что здесь тебя держит энергетика. Здесь, правда, мое место силы. Я безумно люблю море, безумно люблю природу, наверное, как и каждый житель Приморского края. Когда плохо, что-то не получается, тебе грустно или тяжело, ты приезжаешь на берег моря в любое время года, выходишь, дышишь воздухом, там камушки какие-то в море кидаешь, желания загадываешь. То есть все это кажется таким вроде как детским, но это правда срабатывает. Ты получаешь невероятную энергетику, начинаешь дышать по-другому, жить по-другому, думать по-другому. Вот. У меня такой романтичный пост. Романтичное сообщение. Мы сейчас вынуждены уйти на секунду буквально на рекламу. Продолжим через минуту.